Привет, это Технозон. Сегодня у нас топ 5 самых крутых пультов из Китая для смарт-тв-боксов по версии канала Технозон. Не путайте, именно по версии канала Технозон. И в этом видео мы вам покажем 5 комбинированных пультов, вернее, это комбинированный топ, потому что, во-первых, мы не можем в каждой номинации, например, пульт с голосом и без кнопок для управления IPTV, и, вернее, без цифровой панели провести топ 5. Их просто столько не существует. Либо топ 5 аэромышей, их тоже просто не существует, там либо говномышки какие-то, либо хорошие. Поэтому мы выбрали 5 из того, что нам нравится, из того, чем мы пользуемся повседневно и что у нас лежит. Кстати, мы тоже выбрали и покажем вам, что у нас вывалилось из топа. И плюс мы с вами обсудим, я покажу вам проверенных продавцов и покажу конкретно, где нужно их покупать, и что нужно покупать, и почему именно это нужно покупать, если вы давно выбираете эти самые пульты. А у нас их действительно очень много, различных пультов, и мы знаем, какие работают лучше, какие хуже. Короче, ребят, это топ 5 пультов, которые можно купить из Китая на октябрь 2019 года. И это видео мы специально выпускаем теперь на постоянной основе, ежемесячно, к топ 5 тв-боксов, которые у нас выходят на канале. И здесь у нас не будет никаких ограничений по стоимости, либо по функционалу этих самых пультов. Если пульт удобен и хорош, то значит он попадает в этот топ. Сразу скажу, что ссылки на все пульты, о которых мы поговорим, лежат в описании под видео. Также вам стоит нажать подписаться, колокольчик, чтобы не пропустить наши дальнейшие видео с обзором смарт-вебоксов, пультов. Баджетов, девайсов, геймпадов, программ, настроек, модификаций. Боже мой, у меня даже пальцев не хватит, чтобы это все перечислить, что было, есть и будет у нас на канале. И, конечно же, у нас есть розыгрыши ценных призов и подарков, ссылки на которые лежат в описании под видео. Где, в принципе, лежит также и ссылка на наш второй канал. Зайдите, я думаю, вам понравится. Ну, а сейчас я бабл на канале Технозон, говорю вам халабанг, ребята. Это же бубль-гум, поехали. Ну что ж, мы на сайте Алиэкспресс. Будем рассматривать именно Али. И начнем с последнего места. Мне сделали замечание в моих тупах, что нет никакой интриги. Хорошо, начнем с последнего места. Пятое место это G7 Air Mouse. Я ее использую дома. Я вам скажу так, у меня в студии ее нет, у меня в студии другие пульты. Эту клавиатуру, эта мышь-клавиатура, которую я использую дома. А, подсветка. Почему вообще? То есть, почему я ее рекомендую, почему я ее использую? Это подсветка, это полноценная QWERTY клавиатура, как я ее называю, QWERTY, QWRTI, некоторые называют. Плюс, это подсветка отключаемая, ее можно включить-отключить. Плюс, есть цифровая панель на передней панели. Плюс, у нас есть программируемые кнопки, и их целых пять. Вот, возможность программирования вот этих вот четырех кнопок, плюс кнопки включения-выключения. Вот у нас есть кнопка программирования и IR. И есть полноценная аэромышь. И пятое место у нее, потому что у нее нет голоса. Вот, это не голосовой пульт, но он очень качественно сделан, он очень неплохо работает, и у него достаточно хорошая цена. Рейтинг продавца. Вы видите, что она раньше стоила выше, намного. Она стоила 19 на старте. Она продается один год, и вот она сейчас продается по цене 14, от 12 до 14 долларов. Так, сейчас русская клавиатура 14, 23. Только английская 13, и только, и вот такая вот фигня стоит 12,81. Без подсветки в программируемых кнопках, насколько я понимаю. Что у нас там? Диэт, этот тип воздушной мыши. Поняли, это не аэромышь, а воздушная мышь, не может управлять спутниковыми каналами. Да, этому все понятно. Совместима с Android OS, Mac OS, Linux. Кстати, ее можно действительно использовать на Windows, хотя у нее нет набора F1, F2, F3, F4 и так далее кнопок. Также эта клавиатура у нас работает на аккумуляторе. То есть она заряжается с помощью зарядного устройства. И аккумулятора у меня при моем режиме работы, допустим, хватает на недели, две, три, да иногда, наверное, больше неактивной работы. Скажем, ну вот, это действительно так. Поэтому клавиатура замечательная, занимает пятое место. Со смарт-телевизорами она несовместима ни с WebOS, ни с Tizen. Поэтому советуем, советуем для тех, кто хочет именно клавиатуру с подсветкой полноценную, с регулировками громкости, с отключаемой подсветкой и кнопкой Dell на передней панели. Да ладно. Четвертое место это REE X8. Это вот такая вот штукенция. Я ее могу сейчас включить, хотя там она, это вот прототип этой клавиатуры. Но я вам скажу так. Дело в том, что эта клавиатура, которая вы видите сейчас на Алиэкспрессе, она у нас с голосом. Почему она на четвертом месте? Потому что она громоздкая. Это не аэромышь, но она с голосом. Она дорогая. Но в ней есть такие плюшки, достаточно прикольные. Вот мы можем включить видосик, который... Вот мы можем, вот я могу вам показать более детально. Здесь есть скролл кольцо, скролл wheel. Вот такой вот есть кнопка голосового поиска. Сделаны правая и левая кнопка. Она очень-очень крутая клавиатура. Она потому и столько и стоит. Есть она с русским языком. Это полноценная тоже QWERTY клавиатура. Плюс еще есть ряд кнопок F1, F2 через Function. Очень крутая клавиатура с подсветкой. Но нет аэромыши. Поэтому она идет на четвертое место. И там полноценно сидит, работает она через донгл. При этом, я вам честно скажу, я не знаю, какой вариант придет. На аккумуляторе, либо на батарейках. Потому что я встречал разные варианты этой клавиатуры. У меня она на аккумуляторе, именно на вот таком вот BL5C, который был раньше в Nokia. Хватает мне этого аккумулятора, ну, буквально недели на две. То есть это четвертое место нашего рейтинга. Очень удобно. У нее есть расширенные функции управления тачпадом. То есть мышка здесь есть, чтобы вы не переживали. Но этот тачпад, да, вот здесь написано тоже BL5B. То есть здесь аккумулятор. Обещают. Не говорю, что придет с аккумулятором. Вы же прекрасно знаете китайцев. Но мы его настоятельно рекомендуем. Это для тех, кто любит полноценные квартир-клавиатуры. Вот на третье место у нас выбрался пульт L8 Star G30. G30 с 30-ю тремя программируемыми кнопками. И этот пульт действительно способен заменить вот и пульт Smart TV Box, как аэромыш. И плюс еще и пульт телевизора. И плюс еще и пульт кондиционера. Я программировал на него все. Он с голосовой функцией. Но почему он на третьем месте? Раз он такой крутой. Кстати, рейтинг продавца вы видите. Это высокий 92%. Отличный рейтинг. То есть почему он такой крутой и на третьем месте? Потому что он большой. Можете посмотреть обзор. Я, кстати, ложу обзоры на эти все вот клавиатуры в описании под видео. Пожалуйста, наслаждайтесь. Он большой. Он практически на всю руку. Он огромный. И плюс у него глянцевая поверхность, которая очень маркая. И вот поэтому на третьем месте. Но есть аудитория, которая очень сильно зашел этот пульт. Стоит он очень дешево. Это 9, меньше 10 долларов. Поэтому этот пульт действительно имеет право быть. С гироскопом, с аэромышью, с программируемыми функциями 33 кнопок. Даже 34 кнопки. Нет, 34 кнопки и 33 программируется. Все. Что у нас здесь еще есть, вы можете оценить тоже по обзору. Он отличный пульт за свои деньги. За 10 долларов вполне. На втором месте у нас опять клавиатура с полноценной клавиатурой сзади. Скажем так, это REE Mini i25A. И вот именно она заняла второе место, потому что это у нас клавиатура с голосом. Именно вариант с голосом вам нужен. И когда вы выбираете, вам вот выбрали Russian. Сейчас посмотрим. Russian version with voice function. То есть это вот русская версия. Она третья с русской, вернее с голосовой функцией. Именно вот эта клавиатура вам нужна. Давайте посмотрим цену. Если у нас брать это все дело из Китая, это 23 доллара. Если из России, то 23 с половиной. То есть она есть на складах в России. Доставка по России очень быстро. Рейтинг продавца высокий. 94%. Пульт сейчас стоит очень дешево. Из преимуществ полноценная клавиатура с подсветкой. Классные материалы исполнения. Хорошо лежит в руке. Есть у нас здесь даже вот разъем для того, чтобы подключить 3,5 мм джек. Многие туда подключают гарнитуры. Не знаю для чего. У нас есть программируемая инфракрасная кнопка для того, чтобы мы ее запрограммировали на включение-выключение телевизора. И она тоже на аккумуляторе. Кстати, забыл сказать, G30 работает на батарейках. Есть некоторое упоминание от комментаторов о том, что батарейки садятся достаточно быстро на G30. Поэтому там она вот на третьем месте. На втором месте именно эта клавиатура. Так, так, так. Что у нас здесь есть? Давайте посмотрим. Рабочее расстояние 10 метров. Она работает, кстати, от донгла. Вот как она выглядит более реально. У меня сейчас ее нет на руках, но она очень крутая. Я ее отвез к маме. Она довольна, как не знаю кто. Действительно хорошие материалы корпуса. Они не марки. И обзор тоже на эту клавиатуру у нас есть в описании под видео. Сюда вот видите, написано подключают наушники. Хотя некоторые говорят, что можно подключить микрофоны. Тоже не совсем уверен, но мне не получилось подключить. У кого-то получилось подключить. Они там, можете написать в комментариях под видео, как это включить. Мои зрители будут знать, как работать с этим 3.5 джеком и как он вообще работает. Но мы одностоятельно рекомендуем эту клавиатуру. Она очень неплоха. И она занимает второе место. Ну а первое место у нас, трррр, бабам, это G20s. И казалось бы, столь простой пульт. Столь дешевый, с минимальным набором функций. Но, ребят, я его использую каждый день. Использую каждый день в работе. Батарейки практически не садят. Он работает от донгла. Совместим нахрен со всеми вообще ТВ-боксами. То есть его можно... У него есть программируемая кнопка включения-выключения. Рабочий голосовой интерфейс. То есть здесь голосовая функция есть. И материал корпуса такой себе софт, не маркий. И она не скрипучая. Мягкие кнопки. У нее есть субменю. Есть полноценная аэромыш. Есть навигационные кнопки для управления мультимедиа. И это все действительно очень-очень неплохо. Да и по отзывам, которые есть в комментариях, именно G20s занимает очень хорошие позиции. В том плане, что это качественный, недорогой и очень функциональный, удобный пульт. К тому же этот пульт способен полностью заменить в Xiaomi подобные пульты и совместим с приставками на Android TV. А это не часто встретишь. И плюс сейчас он прописан в приставке Yugus. Для тех, кто использует Yugus. Плюс X2 приставки или Yugus AM3, Yugus AM6, Yugus AM6 Pro и подобные. Этот пульт, полная раскладка этого пульта прописана прям в прошивку Yugus. Поэтому он вообще нативно совместим с этими приставками. Первое место занимает. Поверьте, вот если вам не нужна клавиатура, если вам нужна клавиатура, идем за Rii Mini i25. Если вам нужна супер программируемая комбайн, такой супер программируемый, то идем покупаем G30. Но если вам нужен просто пульт с голосом, с одной программируемой кнопкой включения-выключения, вот он, G20s. Действительно несменный лидер. Если у вас есть другие варианты этого топа, пишите в описании под видео, мы будем обязательно рассматривать. В этот топ не попал такой пульт, как G10s. Он у нас есть. Он действительно имеет право быть. Он неплохой. Если бы это был топ-6, он был бы шестым. Но, к сожалению, вот эти вот плоские кнопки, которые ничем не разделены, и в темноте им пользоваться абсолютно невозможно, крайне неудобно. То есть необходимо очень сильно привыкать. Плюс кнопка назад и кнопка домой. Зачастую есть модификации. Очень много модификаций у этого пульта. Бывают совмещены кнопка назад и домой. Бывает кнопка аэромыши перенесена в другое место. То есть, знаете, вариаций на тему много. Пульт сам по себе достаточно интересный, но вот есть вот у него определенные косяки. Из-за чего он в топ-5 не попал. Хотя вот он имеет право быть. Есть вот 6 долларов. Он сейчас там до 8 стоит. И он сейчас комплектуется, и он комплектуется белинке в основном. И именно с аэромышью. Плюс, знаете, что у него? Какой недостаток? Когда вы его ложите на ровную поверхность, и он лежит у вас так раскачивается, пока он не успокоится, у вас будет дергаться мышь на экране. Это раздражает страшно. Сам по себе пульт очень качественный. Очень качественная сборка. Неплохо не садит батареи. У него программируемая тоже кнопка включения-выключения. Он такой же, как G20S. Но G20S это вот того же производителя, но логическое продолжение. G10 он немножко другой. Я, кстати, тоже ссылку, наверное, положу в описании под видео. Смотрите, кому нужно, покупайте. Почему? Потому что продавец действительно проверен. Да и пульт неплохой. В принципе, я обзор на него положу в описании под видео. Хотя он и не попал в топ. Но вот топ-5 мы с вами уяснили. Пятое место это клавиатура, полноценная клавиатура G7. Четвертое место это у нас клавиатура с голосовой функцией, полноценная клавиатура REE или REE X8. На третьем месте у нас L8 Star G30 с 33-мя программируемыми кнопками. На втором месте у нас REE Mini i25A. Хотя многие не согласятся именно с этим выбором. Потому что у некоторых был брак. И мы об этом знаем, но нам брак не попадался. И, в принципе, очень хорошие отзывы именно об этой клавиатуре в интернете. И на первом месте Минисменный лидер G20S. Ребят, если вам нравятся такие топы, голосуем, ставим лайки. Если это видео наберет там хотя бы 300-400 лайков, то я обязательно выпущу еще топ-5 геймпадов. Это будет обязательно. Если, конечно, наберет. Если вам интересна эта тема. Да и вообще я могу выпускать топы на все, что угодно. Мы используем очень много техники. Плюс мы являемся партнерами такого огромного магазина, как Microtron. И там у нас есть доступ и к видеокартам, и к материнским платам. Просто мы пока не добрались до обзора этого всего. Ну что ж, если вам нравится то, что мы делаем, ставим пальцы вверх, если нет пальца вниз, обязательно подписываемся. С вами был Бабл на канале Технозон. Пока, ребята.